МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что мы показываем взрослым зрителям, это одна ситуация. То есть тут мы обращаемся к людям, которые сами сделают какие-то выводы, сами рассудят, что правильно, что неправильно. Когда мы обращаемся, когда мы ставим для молодого поколения, то в связи с тем, что молодежь достаточно сейчас необразованная, очень мало людей, которые подготовлено приходят, зная, что они увидят и так далее, готовы к восприятию того, что им покажут. И мне кажется, что тут можно как-то в этом плане было поаккуратнее к этому относиться. Пьеса не дает вообще разоблачения, потому что там про другое. И это настолько эффектно выглядит, вот эта тема настолько эффектна, что она завершает спектакль. Поэтому мне показалось, мне кажется, что какой-то в этом плане, какой-то акцент, он достаточно, ну, как бы на неокрепшую психику, может как-то воздействовать. Может и нет, а может и да. Потому что, ну, подростки, они же воспринимают несколько поверхностно. Вот что-то красивое, значит, это правильно и хорошо. Не считаю это ни позором, ни каким-то там ссором изудьбы, ни вообще, ни нападками никакими. Это мое мнение, что в театре юного зрителя все нужно делать, с учетом того, что нам придут 15-летние шалопаи. Нет, конфликта нет. Я проговорю про то, что я сказала по поводу спектакля. Это, по-моему, как бы не связано с внутренней какой-то жизнью. По крайней мере, на мой взгляд, не должно быть связано. То, что я прокомментировала спектакль, это одна ситуация. А то, что не разрешается репетировать, это другая ситуация. Причем это в ноябре, это уже был повтор ситуации. Вначале это случилось летом. Летом мы репетировали с заслуженной артисткой драмы Тамарой Кирилловой. Вот. И нас попросили уйти из театра. Мы готовили спектакль к читке. И нас попросили уйти. И вот тогда нас любезно приютил театр драмы. И, собственно говоря, благодаря этому читка была сорвана. Возникает ситуация, что одним разрешено работать, другим не разрешено работать. И это разрешение складывается не по творческим, объективным каким-то подходам, а из-за того, что угоден человек главному режиссеру или не угоден. То есть не по творческим показателям, а по показателям послушания. На мой взгляд, ситуация, когда вообще что-то в театре творческое запрещается, она в принципе ненормальна. Я не могу обсуждать человека, что он из себя представлял раньше. Во-первых, это человек из мира кукольного театра. Это несколько другое направление искусства немножко. Человек работал в кукольном театре, у него там были большие заслуги и так далее. Он продолжает возглавлять фестивали кукольные и так далее. Я же не могу это обсуждать, что я же как бы не знаю. Это совершенно как бы искусство, очень уважаемое и так далее, и так далее. Но я это не буду обсуждать, потому что я никогда не занималась кукольным театром. Я вижу выход один. Сейчас пришел новый министр культуры. Человек интеллигентный, грамотный. Человек, на мой взгляд, который хочет ситуацию исправить. И поэтому, собственно говоря, мне кажется, что от него зависит многое в этом конфликте. Субтитры создавал DimaTorzok